Многочисленные покатушки, которые случались до этого, имели под собой цель доехать до точки Б и поглазеть на окрестности, так называемый велосипедный туризм. В отличие от них, этот выезд ставил под собой цель показать велосипедистам интересные внедорожные маршруты недалеко от города и получить удовольствие от самого катания по пересеченной местности. Старт состоялся в энергетиках и пролегал по берегу Табола до ЦПКО. Здесь же в энергетиках был найден интересный рельеф и некоторые принялись осваивать препятствия. Легко-экстремальная направленность поездки предполагала соответствующее оборудование велосипеда. Педали необходимо было поставить по зубастей, одеть защиту, хорошо отстроить тормоза. Необходимость данных мероприятий была тут же подтверждена падениями после первого спуска. К слову сказать, каждый участник выбирал свой уровень сложности. Немного прибавляем скорость, собираем все трамплины на своем пути и получаем трассу для продвинутых. Снижаем скорость и объезжаем препятствия, и даже дети не отстают от взрослых дядь на серьезных велосипедах. Теоретически проехать всю трассу можно было на велосипеде любой марки, даже на Левушке или Олимпе. Но предъявлять какие-то повышенные требования к отечественному велопрому не приходится. Несмотря на возможность получить травму или сломать раму пополам, находились смельчаки, которые проверяли Уралы на прочность. К большому сожалению, в нашем городе нет веломагазинов и хороших велосипедов на прилавках. И тем, кто хочет кататься, приходится ездить в другие города. То достойное, что можно найти у нас, продается в Челябинске и Екатеринбурге на 1-2 тысячи дешевле, а в Москве аж на 3-4. Поэтому даже поездка в соседние города оправдывается с лихвой, тем более, что ассортимент не сопоставим с нашим. Есть вариант заказать велосипед по интернету, но пока этот способ не пользуется большой популярностью, потому что велосипед из коробки придется собирать своими руками. В связи с плохим развитием велоиндустрии в Кургане, есть лишь единицы, кто умеет выполнять несколько трюков и достойно катается. Один из самых продвинутых на сегодняшний день перцев – Василий Салманов. Это второй человек в городе, который умеет прыгать на заднем колесе. Этот трюк называется пробивка. Остальные пока этому только учатся. Субботняя покатушка включала в себя ряд интересных зон – камышовые тропинки, спуски и подъемы, небольшие трамплинчики. Те, кто не жалел себя и жег по полной программе, радовали глаз собратьев по цеху и просто прохожих. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. Кто-то проколол колесо, кто-то упал, а кто-то совсем неудачно упал. Ребята, без защиты лучше не ездить, потому что это очень опасно. Можно сломать себе все, что угодно. Кстати, Дмитрий, пожалуй, единственный обладатель фрирайдного двухподвеса в городе. Человек, который мечтал кататься на хорошем велосипеде и осуществил свою мечту. Теперь у него появилась техническая возможность для роста мастерства. Препятствием для велосипедистов могут быть только осадки и влажная погода. Поэтому после вынужденного перерыва на осень мы вновь встретимся, когда выпадет снег. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...